Приветствую вас, в целом я поддержу коллегу и согласусь с ней, как бы в целом она вам так правильно все сказала. Вы пишите, расстались с парнем полгода назад, многое что переделали вместе, потеряли ребенка, расстались по его инициативе. Мужчина, он видимо по какой-то причине, по какой-то своей причине, решил, что с вами ему плохо, не по себе. Ну вот не чувствует он себя, может быть свободным, не чувствует себя с вами в своей тарелке. Ну то есть там вообще может быть довольно много вариантов, все даже и перечислять наверное не стоит, так что действительно их может быть очень много, этих вариантов. Вот. Значит, и потом, получилось как? Что мужчина с вами расстался, потому что он думал, что ему реально с вами плохо, тяжело, дискомфортно и так далее, да? Вот. Вроде бы он так поступил, расстался с вами, ну вроде как. А потом он понял, что все-таки у него к вам еще что-то есть, какие-то чувства. Но вернуться к вам назад, после того, что вы пережили ему, скорее всего, как вот я думаю, ну не позволяет гордость. Ему не позволяет гордость. Он не может этого сделать, получается, потому что, ну может быть, не хочет, чтобы вы думали, что он слабак, может быть, не хочет, чтобы вы видели, как он вас нуждается, может быть, не хочет выглядеть непоследовательным в своей позиции, которые вот у него есть. То есть вариантов, в принципе, может быть довольно много. Но правда заключается в том, что мужчина стал своего рода заложником своей позиции. То есть он сам с вами расстался с какой-то целью, да? То есть цель может быть разная. Может быть он вообще ждал, что вы, он ждал может быть, что вы захотите к нему вернуться, например. Может быть он знал, что вы пожелаете своих править. Либо он думал, что вы не найдете себе еще одного мужчину, ну другого мужчину, да, не найдете. Вот, а он, значит, какое-то время без вас там побудет, а потом, после этого, ну, к вам вернется там и так далее. То есть вариантов, в принципе, довольно много. Вот, всех этих вариантов довольно много. Но, очевидно, что все это пошло не так. Очевидно, что все это пошло не так, и в итоге он оказался в проигрыше, потому что чувства у него к вам сохранились, проявить он их не может. Ну, то есть он же сам, как бы, разрушил ваши отношения, да, сам расстался. Вот. Что нужно делать в этой ситуации? Ну, во-первых, мужчина действительно не примет, он не примет вас, он не примет то, что вы, как раз, другим мужчине, ему это не нравится. Вот. Ему где-то тяжело это воспринять. Действительно, тут, как правильно сказал моя коллега, гордость, самолюбие, либо открытое им чувство собственничества. То есть, ну, вот, мужчина внезапно открыл, что он собственник. То есть, несмотря на то, что вы расстались, он все равно хочет, чтобы вы были его. Многие мужчины-собственники, и далеко не каждый из, ну, из них это понимает, далеко не каждый из нас поддает себе отсчет в том, что он собственник. Ну, это довольно сложно и тяжело было признать. Тяжело и сложно признать, что ты собственник. Вот. Это и болезненно, это и неприятно, это и, ну, как-то вообще о себе какого не думал, да, о себе как-то думаешь лучше, а тут вот выясняется такая вот ситуация неприятная. Вот. И, в общем, признать это довольно тяжело, довольно тяжело. Вот. Значит, что вам нужно делать? Во-первых, почему вам обидно? Это вот самый главный вопрос. Ну, ладно, мужчина реагирует, это его можно понять. Может быть, может быть, это и не совсем правильно, то, что он, как он реагирует, да, может быть, не совсем правильно. Но его можно понять. А вам-то почему обидно? Если вы встретили другого мужчину, если вам хорошо, если вам счастье, у вас, ну, как бы, вот, новые отношения, да, почему вам обидно? Вас чем задевает этот мужчина? Вот вы говорите, он выводит меня на эмоции. Нет. Это вы позволяете ему выводить себя на эмоции. И вопрос заключается в том, почему вы позволяете ему это делать. Вот какой вопрос. Либо вы его не забыли еще до конца, либо, либо, либо он у вас ассоциируется с чем-то негативным до сих пор для вас. Вот. Значит, так. Высказывание, что я ему вру, ни с кем не встречаюсь. Ну, смотрите, смотрите, смотрите. Значит, решили оставаться друзьям. Значит, друзьями он быть не может, не может. Значит, соответственно, молодого человека вашего, опять же, как вам правильно сказала моя коллега, привлекать не нужно. Потому что молодой человек, он все-таки, ну, он чужой, и он не в курсе всех ваших ситуаций. Вот. Поэтому его привлекать не нужно, именно вашего молодого человека. Вот. А вы ему, если не хотите ничего доказывать, да, вам нужно просто перестать не маршаться. То есть, он, он не может быть вам другом, да, он не может с вами дружить. Это его проблема. Вот. Общаться с ним нужно перестать. Поскольку, как я понял, вы не взаимодействуете с ним, вроде бы, то есть, у вас нет, как такового взаимодействия с ним. То есть, у вас есть только, вот, у вас есть только что? Общение по переписке, да, вы переписываете с ним, как я понял. Вот. Вот. Но это, это его право, это его выбор, это его выбор так общаться. Ну, и ваш, ваш выбор, кстати говоря, должен. Вот. Но объективно, объективно, если мужчина вас достает, если мужчина вам как-то вот, ну, докучает, скажем так, то вам нужно просто-напросто с ним какой-либо контакт прерывать. Вот если вы не можете с ним контакт прервать, если вы не можете выбросить его из своей жизни, если у вас не получается человека оставить в прошлом там, где ему, в общем-то, место, потому что вы расстались уже, то это вопрос вашей зависимости от него. Если вы не хотите с ним быть, ну, если вы действительно не хотите с ним взаимодействовать хоть как-то больше, то в этой ситуации вам лучше всего будет обратиться к психологу для проработки именно эмоциональной зависимости от человека. Потому что я полагаю, что, в общем-то, вас задевает именно потому, что остались у него обиды. Может быть, вы вините его в чем-то, что вот, ну, произошло с вами. Может быть, вы вините его за потерю ребенка и за те моменты, которые мама причинила. Вот. И, в действительности, обвинение, обвинением кого-либо, это такая, знаете, очень детская позиция. И я не рекомендую вам этой позиции придерживаться. Ну, просто потому что она ничего хорошего вам не принесет вообще. Да, вот что. Кроме только негатива какого-то, кроме только проблем, сперва, может быть, с ним, потом, может быть, с вашим молодым человеком. То есть, в итоге, в итоге, просто вы сами себе навредите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Ага, значит, смотрите. Еще. Я вот вспомнил, что вы писали там, что он нашел другую. По этому моменту тоже хотел бы дать такую небольшую ремарку. Человек, будучи с вами в отношениях, заходит себе другую девочку. Он закончил отношения с вами? Нет? Конечно, нет. Он не мог закончить отношения с вами, потому что вы еще были вместе. Значит, если он не закончил с вами отношения, то другая девочка нужна ему для чего-то. Другая девочка необходима ему была для купирования его проблем. То есть, что это у нас проблем. Каких проблем, да? А проблем, на самом деле, так нечего. Вот ему чего-то не хватало с вами, и он это пытался получить. С вами же. С вами же. С вами же он пытался это получить. Но не смог. И поэтому эта девочка нужна именно для получения того, что ему нужно. в итоге он это получил. Она, в итоге, лучше вас только на фоне вас, то это она лучше прямо средствует. Вот. Сама по себе, она ничего не значит. Потому что мужчина, он, ну, как бы, о вас думает мужчина до сих пор, возможно, ну, возможно, я не знаю, возможно, возможно, хочет быть с вами до сих пор, потому что или эмоциональное отношение не закончил еще с вами, да? Эмоционально не закончил их. Ну, вот. И, соответственно, эта девочка просто-напросто стала терять для него привлекательность. И он, наверное, думал, даже, может быть, сам этого не осознавал, что вот я с ней какое-то время встречаюсь, да, вот с этой вот девочкой, а потом вернусь, вернусь вот к ней, ну, то есть к вам. Вот. И, а, потому что он был уверен. Потому что он был уверен, что вы никого от себя не найдете. А вы взяли и нашли. И это стало неосиданностью для него. Понимаете? И из-за этого он так на это реагирует. Ну, помимо вот, помимо того, что уже было сказано, да? Я для чего это говорю? Чтобы вы не вовлекались в эмоции, чтобы вы не думали, что мужчина вас как-то принижает. Нет. Тут дело не в вас. Тут дело именно в нем. что это он так, он так чувствует, он так воспринимает. И все. Это не о вас он говорит, когда не верит вам. Это он говорит о себе. Это его проблема. Мать его. Не ваша. Его проблема. Поэтому вот я надеюсь, что данный аспект вы обязательно будете учитывать, ну, при планировании своего дальнейшего поведения, так скажем. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.